Хотел показать разницу, когда я выезжал, как выглядит, как сейчас, замученный. Все-таки работа тракиста очень удивляет. Ну и также хочу показать вам город и водителя Питера. Вот отсюда вот все видно. Это самый большой мост в Портланде. Самый приключательный. Окно, конечно, замечательно. У нас все в этом. В кошках видно, что мы в доводе были. Вот так вот. И вот так вот выглядит отсюда во все. Вот такая вот. Говорят, на этом мосту очень много людей прыгает. А там еще мосты у нас идут. Так, что мы едем по правилам, да? Правильно. Питер, на Украину привет хочешь передать? Что ты скажешь украинцам? Что нужно делать? Как жить? Как держаться в таком тяжелом времени для народа в Риме? А, простудуйся. Выбачайте за миру украинский. Бо я бы на украинский не разговаривал уже 300 лет. А сколько лет украинского вообще языков? Может, после Киевской Руси начался, да? Кто знает, кто в курсе, напишите в комментариях. Я не знаю, если честно сказать. Не задавался. Не было такого уважания. Ну, вот смотрите, теперь сейчас покажу, где мы тут проезжаем. Это самое, ну, наверное, самая красивая часть. Я сделаю немножко стоп, а потом это самое включу. Это вот часть города, Портланд, да, вот под низом. То есть, я тут, в принципе, такой же самый. Вот тут вот, а, плохо, как видно все. Конечно, и стекла грязные тоже. Никак было помыть. Вот бездомные живут, посмотрите. А под мостами, я говорил, их выкнали, а теперь смотрю, вот. Они еще тут остались некоторые. А вот розы растут. Это город Рос называется. Вот весь город в розах. Вот так вот красиво. Розы, 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 а вот в раз бездомные. И поешь миллион, миллион, а выкрос. И немного бездомных, видишь ты. Так, сейчас подпрос пойдем. Так, а вот здесь все, видите, мы сейчас в туннель заезжаем. В общем, как здесь туннель. Ого, давай, давай, смотри, как он разует. Че так слабый? Так, вот это вот называется, значит, зоопарк. Ну, мы видим, что тут зоопарка уже поснижали многие. Даже в машинах ездит. Кстати, в этом зоопарке когда-то улетел орел, и его ловили прям вот здесь. Все просто, просто остановили весь привык. Такого редкого орла. На память запишу, кто его знает, как оно дальше все пойдет. Сегодня прислали сообщение нам, что ходит комбинанский час с 8 вечера, завтра с 6. И так потихонечку, наверное, дойдет до 12. Может быть. То есть, будут разрешать, наверное, только 4 часа быть на улице и все время дома. И все из-за того, что какого-то на шею наступили. Имя ему не забор, только наступили ему на шею. Все, теперь они пошли здесь отделать вот эту вот такую проблему. Но хотя с другой стороны трафика меньше стало. Как вы думаете, чем это все закончится? Или вообще закончится это? Или это только начало апокалипса, которого люди так ждали? Давайте вот подумаем над этим. Если у кого-то есть ли где-то размышления, напишите.